Древняя Греция Это самый прославный герой, который совершил, по крайней мере, 12 подвигов И он остался в истории Греции Как действительно кто-то непревзойдённый в своей силе, мужестве и искусстве Побеждать всех тех, с кем он встречался Так вот, а вы знаете, с чего началась его история? История его подвигов С очень интересного события События, которые заставляют нас совершенно иначе посмотреть И на саму суть того, что часто нам предлагают мифологии Мы часто говорим, миф – это вроде что-то выдумка Просто интересная какая-то сказочка А здесь вот посмотрите, что было Когда Геракова возмужал И уже нужно было его выйти на арену жизни Он встал, конечно, пошёл И вдруг на распутье дорог Шла та дорога И потом вдруг она должна была разделиться Направо или налево И его встречают две красавицы С очень интересными именами Одну из них звали Арытия Другую представилась Гедония Каждая из них очень хотела понравиться Геракова Видимо, он был тоже очень хорош Они делали всё возможное, чтобы увлечь его Но вся суть-то в чём? Я привёл их греческие названия А вы знаете, что скрывается за ними? Арытия – это добродетель Гедония – это наслаждение Вы слышите, миф-то о чём говорит Кажется, прям такая детская почти сказочка А на самом-то деле какой смысл Здесь присутствует Гедония – наслаждение И Арытия – добродетель Геракл растерялся Обе были великолепны Но правда, Арытия была очень скромной И сдержанной Чего далеко не скажешь о Гедонии И вот этот древнегреческий миф Миф повествует о том Что Геракл всё-таки избрал Арытию Добродетель избрал Вы смотрите, как в какой образной форме Как интересно и как глубоко Представил кто-то из тех Кто составил этот, ну, скажем, миф Составил назидание И даже нет, нет, не назидание, нет-нет А изобразил самую суть человеческой жизни И в каждом человеке заложено, если хотите Вот и то, и другое И Арытия Арытия И добродетель И стремение к наслаждению И постоянно противоборствуют Эти два Два Я бы сказал Присутствующих элемента В каждом человеке В чём кажется Кажется и не обязательно же Им противостоять друг другу Ну почему же наслаждение должно Противостоять добродетели Кажется, не обязательно Но, тем не менее, конечно же Все знают И история об этом повествует И жизнь постоянно нам показывает Что, к сожалению, когда человек Целью своей жизни Ставит наслаждение То с человеком происходит нечто неладное Говорят Пропал человек И мы это видим постоянно Неважно, в каком направлении Развивается его Это Его стремление к насаждению Здесь очень много Человек, натура богатая Свойств много И в каждом из них Человек может получать То, к чему стремиться Но Как выражено замечательно Каждый человек Стоит перед этим Если это понимали великолепно Уже Если хотите Дохристианские мыслители Нужно прямо сказать Что древнегреческая мысль Философская мысль Она же в конечном счёте Легла в основу В основу Всей европейской философии Как таковой Но Самое-то замечательное Мы видим здесь Ничто иное Как, так сказать, предзрение Того О чём будет говорить Евангелие И к чему оно будет призывать человека А оказывается Мы здесь стоим Перед серьёзнейшим фактом Человеческой жизни Серьёзнейшим Не учитывая который Как много люди страдают И страдают С одной стороны Потому что многие не понимают С другой стороны Даже и понимая Тем не менее Следует Совсем не по тому пути О котором говорит им И разум И совесть Христианство открыло Открыло Вот что Действительно был вопрос Но почему Почему наслаждение Исправить наслаждение Это плохо Ну почему же А для чего ещё жить Так разве мы не к этому Стремимся Да разве Наше всё естество Стремится к этому И чего ж тут плохого Худого Как кажется И действительно Объяснений Объяснений не было Констатация была только факта И больше ничего Констатация А факт какой был Вся история человечества Прямо откровенно показывала Что путь Путь Именно стремления Отбрасывая Орытию Отбрасывая Добродетель Стремление К наслаждению К убительный путь Христианство Объяснило В чём дело И оказывается Это очень интересно Очень интересно Христианство назвало Эти вещи Другими Несколько именами Хотя сохранила Эти Но Придала Придала Совсем иной Смысл Не просто добродетель И не просто Наслаждение Она говорит Совсем о другом Она сказала О том Что существует Не только Эти два начала Просто сами по себе В человеке Или если хотите Абстрактно В общении Существует Ведь что такое Добродетель Сама по себе Ну а где она Она же только В человеке Кажется Христианство Говорит Нет Наслаждение Только в человеке Говорит Нет На самом деле Ситуация Гораздо Более глубокая И серьезная Христианство Объявило Что Добродетель Добродетель Это есть Это есть не что А кто Добро И это не какое-то Понятие Отвлеченное Которое Существует В человеческой Мысли А это Есть Добродетель Добродетель Но не только Не только Об этом Она сказала Сказала Я другому Что это не та красота Которая существует Знаете ли В каком-то Я не знаю Ином мире В какой-то Иной галактике Ну если хотите Ну пожалуйста Хотите что В нашем Так сказать Бесконечном Вселенском Мире Но где-то Оно Вот сидит Там живет Это царствует И только Наблюдает за нами Нет Христианство Сказало О другом Что Эта красота Как таковая Которая Есть Любовь А не что-либо Другое Является Основным Фундаментальным Не знаю Как еще Точнее Выразится И сильнее Выразится Законом Нашей Жизни То что Древние Греки Предозревали Как просто Как добродетель Ну добродетель Что такое Ну не делай Другому человеку Зла Правда же Ну если можешь Ну сделай Что-то ему Полезное Доброе Приятное Да нет Это мы Знаете ли То делаем То ошибаемся Это все-таки Нечто мелкое А красота Это другое Это то Что существует И то Что не терпит Никакого нарушения Иначе оно тут же превратится В безобразие Оказывается Вот это Вот Бог Есть Есть Ничто иное Как закон Нашей жизни И этим Законом Жизни Является Ничто иное Как именно Как именно Как именно Та основная Характеристика Которая Названа Христианством Этим Законом Является Любовь Под любовь Что разумеется Не надо думать Что это Обязательно Сердечное Влечение Да И это Конечно Может быть Но даже Не об этом Речь идет Это Приобретается Чистотой Души Только когда Сердечное Влечение Каждому Человеку Ко всему Живому Ко всему Существующему Как написано У святого Исаака Сирина Что есть Сердце Милующее То есть Любовь И он говорит Это Возгорание Сердца О всяком Творении И перечисляет Даже О присмыкающихся О гадах О зверях О птицах О врачах О ногах Даже О самих Демонах И не может Такой человек У которого Сердце Сердце Возгорается Этим чувством Не может терпеть Ни малейшего Страдания Если он Видит Что кто-то Кто-то Из них Страдает О самих Демонах Слышите Потому что Оказывается Любовь Это не есть Просто Что-то Одно Направленное Чувство На кого-то Или на что-то А это Состояние души Человеческой Которая тогда Как солнце Изливает свои лучи На все На все И на все Не спрашивая о том Добрый или злой Хороший или плохой На всех светит Так оказывается Оказывается И вот это Состояние Любви О котором Говорит Христианство Оно Не знает Выбора Слышите Не знает Ко всем Относится Если хотите Равно Однажды Перед такой Аудиторией Мне пришлось Задать вопрос А кого Больше Бог любит А как Кстати Вы думаете Кого Больше Бог любит Богоматерь Или Антихриста И Если Мы Не ответим На этот вопрос Мы Не понимаем Христианского Бога Если Мы Ответим Что Он больше Любит Богоматерь Мы Не понимаем Христианского Бога Солнце Кого Больше Любит Когда Светит Негодяй Отвратительный Преступник И Святой Праведник Или Невинный Ребёнок Не Одинаково Ли Светит Одинаково Воспринимаем Мы По-разному Как Можно От солнца Закрыться Непроницаемой Стеной И Завесой Так Можно И От божественной Любви Закрыться Чем Вот Этим Своим Ну Проще Сказать Эгоизмом Что Ли Себелюбием Страстями И Прочим Вещами Одинаково Потому Что Божественная Любовь Изливается Всюду И на Всех Равно Но В этом Если Хотите Одна Исключительная Особенность Христианского Учения Бог Есть Закон Нашего Бытия Что Такой Добродетель Вот Оказывается Что Это Есть Подлинная Добродетель Она Вся Заключается Вся Концентрируется В том Чтобы Человек Человек Желал Насколько Может Относиться К любому Другому Человеку К любому С благожелательством Это Как Если Хотите Как Низший Уровень Низший Уровень Духовной Жизни Человека Не Делай Другому Того Чего Не Хочешь Себе Это Такой Низший Уровень Это Если Хотите Любовь Интеллектуальная Разумная Разумная Не Делай По крайней Мере Этого И Не Желай Если Можешь Но Это Только Самый Низший Уровень А Христианство Говорит Что Если Человек Станет На Эту Дорогу Если Он Изберет Именно Эту Добродетель То Он Может Приобрести Открыть В своей Душе Вот Тот Драгоценный Ларчик Смотрите В сказках Сколько Мы раз Слышим Ларчик Золотой Ключик И так Далее Что Это За Ларчик Что Это За Ключик Оказывается Царство Божие Внутри Нас Есть Царство Божье То Есть Это Высочайшее Благо Для Человека Высочайшее Это Предел Потому что Нет у нас Других Слов Выразить И что Оно Есть Опять Приходится Повторять Бог Есть Любовь И Когда Бог Открывается В душе Человеческой Тогда Всё Он Он Готов Всем Благо Творить Вот Оказывается О какой Арэти Арэти Говорит Христианство В отличие От этого Древнего Греческого Знаете Ли Мысли Грёз Этих Неких Когда Действительно Уже Выбор Просто Хотя бы Добродетели Уже Уже Характеризовал Верное Направление Человеческой Жизни Потом-то писали Много Об этом Помните Ах Две души Живут Груди Моей И Рвутся Врось И Жаждут Разделения Какая Идёт Постоянная Борьба Внутри Каждого Человека И Не надо Думать Что Ах Как жалко Что есть Эта борьба Наоборот Это Как Прекрасно Что Есть Эта Борьба Где Нет Борьбы Там Нет Подлинного Добра В Человеке Потому Только В этом В этом Противостоянии Этих двух Начал Человек Показывает Себя Кто Он Есть В смысле Что Он Хочет К Чему Он Стремится Даже Падая К Чему Он Стремится Вспомните Братья Карамазова Достоевского Как Там Этот Дмитрий Карамазов Помните Какие Слова Только Он Произносит Кстати Я Помню Что Когда Посмотрел Фильм Братья Карамазовы Я сидел И сказал Ну всё Я больше не буду преподавать Достаточно одного этого фильма Здесь вся апологетика А если Бога нет То Всё Позволено Какие Страшные Слова Звучат Оттуда С экрана И с другой Стороны Какие Слова Произносит Тот же Иван Карамазов Дмитрий Карамазов Да Но я И в самом Грехе Даже В самой Гуще Греха Я Обращался К Богу И говорю Господи Да Я вот Такой Я Грязь Я ничто Но я Хочу Только быть С Тобою Господи Хотя Я ничего Не могу Сделать Христианнейшая Идея Которая Выражена Выражена Если хотите Достоевский Переложил Кто Первый В рай Вошёл Разве Не Бандит Что Он Доброго Сделал Какая Орэти Кому Он Помог Кому Подал Кого Спас Уже Никого И Ничего Он Не Мог У Него Только Руки По Локоть В крови Были В крови Человеческой Вы Представьте Себе И Что Он Мог Какой Доброгетель Сделать Никакой И Вдруг И Вдруг Подумайте Сегодня Будешь Со Мною В Раю Вы Знаете Что Это Такое Это Это Акт Такой Веры Такого Исповедания Которое Противоречит Всем Религиям Мира Без Исключения Это Неслыханное Учение Негодяй Первый В рай Входит Какое Добро Он Сделал Скажите Никакого Сам Сознался Мы Достойное По Своим Делам Получаем И Сказал В данном Случа Правду А Ничто Другое Какое Открывается Нам Зрелище Потрясающее Кто такой Бог Христианский А оказывается Не просто Даже Добродетель Добродетель Наши Который Можем Делать Это Есть Только Выражение Нашего Желания Что Мы Хотим Сделать Но Не Она Даже Нас Спасает Что Спасло Этого Бандита Достойное По делам Нашим Мы Получили Помяни Меня Господи Во царстве Твоем Ты Помяни В твоем Там Я Там Никогда Не Буду Вот Оказывается Где Суть Христианства Где Суть Христианства Бандит Понимал Он Там Никогда Не Будет Понимал Знал И Не Сомневался Я Думаю Нет А я Все Таки Где Нибудь Ну Сбоку Тихонько Под Каким Нибудь Там Деревцем Но В раю Буду Вот Так Ну Да Я Не Со Святыми Там Великими Нет Ну Пусть Самыми Последними Но Все Таки В раю Слышите Насколько Наше Чувство Насколько Наше Понимание Себя Насколько Самосознание Себя У нас Отличается От того Которое Только И Сближает Человека С Богом Мы Все Время Говорим Что Бог Есть Любовь Это Мы Слышим Но Забываем Сказ Еще Об Одном Об Одном Качестве Об Одном Свойстве Без Которого Ни Один Человек Не Получит Спасения Бог Есть Не Просто Любовь А Бог Есть Потрясающее Смирение Да Так Возлюбил Бог Что Отдал Сына Своего Единородного Чтобы Всякий Верующий В Него Не погиб Но Имел Жить Вечную На Что Отдал Помните Что Пишет Апостол Павел Мы Проповедуем Христа Распятого Иудеем Которые думали О Мессии Которые Будет Покорителем Мира Царствовать Над Всем Миром Будет Царем Будет Царем Всего мира Всего Земного Шара И И Вдруг Этот Мессия Распятый Какой Ужас Иудеем Соблазн И Кстати До сих пор Это Соблазн Мне интересно Сегодня Рассказал Один Человек Один Священник Как Он Да Ну Просто По пути Шли Зашли В синагогу Его попросили Спрячьте Крест Я говорю А почему Вы не спросили В чем дело Крест До сих пор Остается Соблазном Мессия И Крест Несовместимые Вещи Апостол Павел Пишет Мы проповедуем Христа Распятого Иудеем Соблазн Почему Потому что Думали только О каком О земном Царстве То О чем Как многие Сейчас Тоже думают Царя Баба нам Царя Царя Нам И мыслит Об этом И думает Об этом Мечтает Об этом Хотя бы Вспомнили Библию Когда Евреи Запросили У Бога Царя Бог Разгневался На них И дал Им Бесноватого Саула В качестве Царя Не думаем Мы даже А в чем Дело И дело Не в том Что вообще Просто царь Плохо Плохо Или хорошо Нет А в том Что когда мы Ищем Царя Чего Земного Земного блага Земного царства Земного могущества Вот чего Когда мы Ищем Вот этой Вот гедонии Ищем Вот это Насаждение Где Вот здесь О Греческий миф Хорош Нож Верно И когда мы Этого Ищем Разгневался Бог На них Разгневается И на всех Тех Когда они То же самое Начнут Искать Именно Этого Нет Пишет апостол Павел Говорит Мы проповедуем Христа Распятого Иудеям Соблазн А Эллином Кому Это Эллином Ну если хотите Это Всем другим Народам Которые В чём Видят Благо Подумайте С самого Начала Существования Человечества Если вы Обратитесь К истории Любого Государства Любого Царства Вы увидите Там Одно И то же Стремление Построить Такое Государство Такую Общественную Жизнь При Котором Весь Народ Весь Все Кто есть Были бы Максимально Удовлетворены Во всех Своих Нуждах Ну то О чём Говорили Как вы знаете Древние Римляне Когда император Вдруг выносили Испокоились Дворца Несли Императора Римляне Толпами Громадными На улице Сопровождали Его И кричали Панам Эцерцензас Хлеба и зрелищ Сыщи Что подавай нам Хлеба и зрелищ Земного благополучия И развлечения А посмотрите Что сейчас Главное Развлекаловка Развлекаловка По всем направлениям Только чтобы Такой чем Поразвлечься Непрерывно У некоторых Целый день Работает телевизор Уже не могут Побыть с собой Страшно С собой Один на один Побыть Что вы Какой ужас Себя бояться Обязательно Надо что-то Такое Чтобы отвлекало Отвлекало И развлекало Даже не могут Не могут Даже представить себе Чтобы побыть Наедине С самим Собой И даже не знают О той великой Христианской истине Что Человек Это существо Не только телесное И но и духовное И что его подлинное Благо Как раз состоит В чём? В чём? В соединении В духовном единстве С тем Кто есть Сама Любовь С Богом Обратите внимание Что Очень многие С древности Да и до сих пор Есть иногда Стремления Уходили даже И уходили Из общества Почему? Вовсе не потому Что не была Неприязнь К другим людям Избавить Бога Мешало быть им Просто с Богом Они хотели молиться Молиться Хотели Господи Помилуй Господи Иисусе Христе Помилуй меня В этом Видели Великую радость И действительно Ощущали Потому что Происходила связь Человеческого духа С божественным духом Человек Напитывался И тем самым Открывал Вот тот Вот тот Драгоценный гарчик О которой Мы говорили Все человечество Чего искало Напротив Искало Хлеба И зрелищ Почему я говорю Искало Подожди Меня поправят Не искало А ищет И будет искать Пока не уничтожит Сам себя В поисках Этого блага Комфорт Вот что Нам нужен Предельный Насколько возможно Во всех отношениях Вот что ищет И к чему он привёл К чему приводит Интересно Всю историю Человечество Стремится Только к этому А приходит К чему Наверное Все те Ну все же Всё-таки Мы учились Понемногу Как писал Пушкин Правда Чему-нибудь И как-нибудь И помним В истории В истории Всю историю Чем она наполнена Кровью Кровью Насилием Эксплуатацией Несправедливостью Революциями Этими ужасными И жуткими Это что только происходит Что такое В чём дело И кажется Присутствует Идея Идея добра Мы хотим добра Но какого добра Не добродетели мы хотим А наслаждения Вот идёт За что битва Как знаете Как звери Которые вырывают Друг у друга Кто больше Кто сильнее Сумеет Сумеет захватить И так В истории Человечества Происходит Такой же процесс Посмотрите По какому пути Ушли Вот О каком Наслаждении Эта речь Идёт Речь Когда И становится Целью И смыслом Жизни Когда Сама Добродетель Как таковая Она просто Отбрасывается Как некий Мешающий момент Всё во имя Только этого И к чему приводит Чем плохо Это было бы стремление Почему Геракл Не избрал Ну образно говоря Потому что Оказывается В нём Вот что присутствует В корне Самом Зло Ибо добро Отрицается Этим До чего Мы дошли Уже сейчас Вы прекрасно Понимаете Это состояние Мира Вы прекрасно Видите Что непрерывно Идёт Кажется Только были Две мировые Войны А третьи С огромным Трудом Постоянно Каким напряжением Только избегают Пытаются И всё время Стоим на грани Всё время На грани Но хорошо Нет мировой А не мировой Сколько Крови Идёт И это Непрерывно В чём Причина Забыли Об Арети Забыли О добродетели Забыли Что высшим Принципом Человеческой Жизни Должно быть Стремление Не к наслаждению А к добру Уж хотя бы В таком Самом Самом Таком Низком уровне К добру Вот Оказывается Выбор Где проходит И у каждого Человека И у каждого Народа И у всего Человечества В целом Вот где Осуществляется В конечном Счёте То Что Человек Избирает Себе И получает И получает Вот этот Древнегреческий Миф Как видите Он исполнен Исполнен Так Очень глубокого Глубокого Смысла И этот Смысл Открывается Особенно Я бы сказал С такой Большой И силой И полнотой И ясностью Открывается В христианстве Когда мы видим Сам Бога Человек Страдает Пришёл Не ради Наслаждений О чём Думали Думали Всегда И все Народы И принёс Не наслаждение А принёс Высшее Что это Почему Высшее Принёс Не это А принёс Понимание Добродетели Что такое Добродетель Это не просто Добренькие Да нет же Да я могу быть Добреньким И тут же Испытывать И зло И неприязнь К другому Человеку Нет Даже сам Принцип любви Должен быть Заложен В сознании Человека В саму Его жизнь Должно быть Это заложено Это начало Отход От этого Ведёт К страданиям И к смерти Христианство Показало Нам Что Такое Грех Вы знаете Это какая-то Какая-то Глубокая Ошибка В сознании Часто Происходит У нас Когда Мы Грех Понимаем Как Как Своё родо Некое Нарушение Закона Данного Богом Точно То есть Воспринимаем Это Как нарушение Государственного Закона За Который Мы Караемся Это Опасная Ошибка Совершенно Решительно Объясняет Евангелие Что Бог Не Наказывает И Награждает Что Он Не Какой-то Высший Судья Совсем Нет Так же Природа Нас Не Наказывает И Не Награждает Природа Награждает Нас Наказывает Нет Все Древние Стоики Такое Было Философское Учение Говорили Живи Согласно С природой И ты Получишь Благо Природа Обладает Той Совершенной Структурой Жизни Которой Должен Следовать И человек Так вот Одно Дело Природа Материальная И Биологическая А в Человеке Существует И природа Духовная И вот Этой Духовной Природой Как раз И существует Тот Бог Который Живет В каждом Человеке Живи Согласно С этой Духовной Природой И ты Тогда Получишь Благо Что Есть Грех Бог Совсем Не Издавал Законы Заповеди Это Вовсе Незаконы Заповеди Божии Это Предупреждение То Предупреждение Которое Мать Отец Говорят Ребёнку Предупреждают Его Смотри Не делай Это Не копайся В розетке Тебя Убьёт Током Будь Осторожен С машиной Не бросайте В воду Где водовороты Это Предупреждение Бог Предупреждает Заповедями Своими Предупреждает От опасности Человека Делать То Другое Или третье Причём Если некоторые вещи Для нас Для всех Очевидны Тут мы видим При всей своей Близорукости И например Понимаем Когда нам говорят Что у пьянца Там или наркомания Что действительно Это какое зло Это мы понимаем Воровство Уже тут Ну смотря Как украсть А может удачно Удастся украсть И уже Может и ничего Как раз Ну кто-то попадается Верно Но я там Наверное Не попадусь Сумею провернуть Очень Дело Христианство Говорит Оказывается Что Вот это Противление Или Нарушение Лучше сказать Вот этого Основного Закона Духовного Закона Нашей жизни Есть Ничто иное Как принесение Вреда Самому себе Вот приходится Постоянно Об этом Говорить Грех Это не просто Нарушение Какого-то Закона Который Спустил Бог Сверху Да нет же Бог есть И природа Нашей жизни И когда мы поступаем Вопреки Законам Этой природы Во что мы Ее превращаем Вот посмотрите Что сейчас Творится Экологический Кризис Причем Настолько Сильный Экологический Кризис Что уже Мы приближаемся Знаете К такой Пороговой Линии Переступив Которую Уже Могут Произойти Необратимые Процессы И тогда Как пишут Ученые Крупнейшие Ученые Тогда Катастрофа Экологическая Катастрофа Может разразиться С такой Силой И с такой Скоростью Я помню Обратил на это Внимание И с такой Скоростью Что же Никакие Технические Средства Нам не Помогут Избавиться От нее Скоростью И силой Никакие Технические Средства Пописаем Заражаются Моря Океаны Реки Воздух Скоро В бутылках Воздух Будем покупать Взять бутылку Купил Понюхал Два раза Сказать Спасибо Вот Вот До чего До чего Мы Доходим Да Да И мы Приближаемся Буквально К этой Пороговой Линии Причем Самое Любопытное Скажу Вам При этом Ученые Говорят Об этом Политики И в Вуз Не Дуют У них Свое У них Свое Решение Глобальных Проблем Кто Кого Захватит Где Больше Влияния Где Лучше Будет Бизнес И так Далее Море По Колено Как Безумие Настоящее Просто Безумие В полном Смысле Слова Рубят Сук На котором Сидят И еще Друг перед Другом Соревнуется Кто Лучше Рубит У кого Топор Лучше Вот Ведь Какая Беда Происходит Видите Что Происходит В области Даже Вот этого Физического Мира Мира Природного А Что Происходит И все Из-за Чего Комфорт Жизни Комфорт То же самое Происходит В нравственной Сфере И в духовной Сфере Обратите Внимание Что сейчас Каждые Пять минут Убивают Христианина Только Потому Что он Христианин Пожалуйста Обратите Внимание С чего Это Каждые Пять минут Об этом Говорит Статистика Погибает Христианин В Азии В Африке Но это Ладно Еще там В Европе Что происходит В Америке Что происходит Какое Надругательство Над христианскими Святыми Церквами Это просто Поразительно Убирает Кресты Поклонные Отовсюду Заставляет Снимать Кресты В классах Нельзя Держать Библию Нельзя Читать Молитву Отчина Вы знаете Это просто Происходит Какое-то Глобальное Опять Глобальное Гонение На христианство Я понимаю Это было В первом веке Это была Новая религия Никто не знал О ней Да И тут Было Так сказать Ну Всё что угодно Можно было ожидать А теперь Что В конституции Европейской Нет даже Упоминания Даже имени Христа Нет Вся культура Кажется Была Построена На христианских Кажется Кажется Сначала Но Настолько Уже Извратили Что Уже Там Даже Слову Христианство Не нашлось Места С чего Это А что Это Такое Мы Всё время Забываем О первичности Духовного Начала В нашей Жизни Обратите Внимание Если Относимся Например К человеку Очень Хорошо Мы Любой Его поступок Положить Вот видите Как Хороший Смотрите Что он Сделал Говорят А вот Блок Ну Знаете Это Со всяким Бывает Это Просто Ошибка А вот Ну И Тут Ошибся А вы Что Никогда Не Ошибались А Когда Мы Плохо Относимся К Человеку Он Что-то Сделал Ошибся Вот Видите Видите Явно Негодяй А Вот Смотрите Хороший Лицемер Это 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 Он Это Лукавит Ничего Подобного Вы Слышите От Чего Зависит Оценка От Нашего Отношения То есть Если хотите Духовного Характера Оценки Этого Человека От Чего Зависит В Каком Ключе Он Уже У нас Представляется И тогда Мы Оценим Все и положительное, и отрицательное, совершенно именно в этом и том же плане. Посмотрите, так и сейчас. Дух нашей эпохи, той, в которой мы живём, – это дух всё нарастающего отрицания христианства. Нарастающего, причём постоянно, с каждым днём. Причём этот дух нарастает, вы знаете, не только в тех странах, где нет православия, даже и там, где оно есть. Идёт процесс омерщения, идёт буквально подмена христианских начал жизни вот теми, которые когда-то назывались, когда-то языческими. Ну, сейчас, может быть, этот цельмин не очень понятен и думают, что язычество – это значит многобожие. Да вовсе нет! Совсем не обязательно! Ну и многобожие, конечно же! Но что мы читаем? Их бог – чрево! Их бог – золото! Кумир какой угодно может быть! Важно, кто, что является целью человеческой жизни – вот это и есть его бог! И обратите внимание, что сейчас происходит вообще, ну, как сказать, печальный, лучше сказать, трагический процесс, когда все устремления человека и человечества, и самой культуры, и все направлены на что? Только на мамону и развлечения. Мамону, то есть богатство, если хотите, да, роскошь и развлечения. Вот всё, что мне нужно! Больше мне ничего не нужно! Бог, ну, знаете, бог, ну, можете есть, ну и пусть есть. Он сам по себе, а я сам по себе. Как будто бог – это какое-то существо, которое где-то сидит сам по себе. Бог в каждом человеке присутствует, и я могу действовать, жить в соответствии с ним, или, напротив, нарушать эти законы и тем самым наказывать самого себя. Так же, как мы наказываем себя, нарушая законы вот эти природные, нельзя прыгать с десятого этажа! Нельзя! Почему? Закон тяготелья – разобьёшься! Это я понимаю! А христианство говорит – нельзя лукавить! Нельзя лукавить! Почему? Себя ты точно так же наказываешь! Это же нарушение закона! Закона, природного закона, духовного закона твоей жизни! Нельзя! Если ты хочешь себе блага, себе, даже не говоря о других, хочешь себе блага – не лукавь, не лицемердь, не обманывай, ни в коем случае не желай никому зла! Потому что само даже желание зла, само желание – это уже нож, который ты вонзаешь в своё сердце! Тому человеку, он, может, и не знает, что вы его ненавидите! Мы ненавидим! Даже не подразумевает подчас! Мы ему улыбаемся лукаво! А себе-то – да! А в своё сердце я вонзаю этот нож! Вот, вы слышите, какое глубокое понимание природы нашей жизни открывает христианство! Человек, берегись, берегись иметь какое-нибудь зло к другим людям! Это самый, кстати, страшный грех! Это грех по отношению к другому человеку! Это самый страшный грех! Да, грех, который действительно наиболее уродует самого этого человека, имеющего это зло! И поэтому предупреждает христианство со всей силой! Помни, человек, наш Бог есть любовь! Что значит наш? Вообще Бог! Но христианство о нём говорит, поэтому мы и говорим наш Бог! Вот! Это и есть основа всего нашего бытия! Старайся жить в полном соответствии с этим, о чём он говорит! Хочешь благо? Вот так надо жить! Не прыгай с десятого этажа! Сойди по ступенью! Сойди спокойно! Нет! Я хочу парить, как птица! И парит бедный! Говорит, ах! Ах! Человек-то спился! Человек в тюрьму попался! Человек повесился! Да! Наконец человек умер! Как? Всё! Такой! Богатый! И умер! Да! Богатый и умер! А что, богатые не умирают-то? Всю жизнь за что боролся? И напоролся! Он говорит, что в меси-то не умер! Продолжение следует! that's what the hell is! И умер! Он говорит, что в тюрьму немного вымеру! Продолжение следует...